Девушки отдыхают Доброго утра всем тем, кто не забыл включить свои телевизоры для того, чтобы встретить новый день вместе с нами. Столбики ртутных термометров за нашими окнами опускаются все ниже и ниже. А это значит, что скоро придется нам доставать с вами теплые шубы и шапки, которые уже успели залежаться в шкафах. А если у кого-то еще не все приготовлено к зиме, не расстраивайтесь. В первом нашем сюжете мы расскажем вам о том, где в Янауле можно за умеренную цену приобрести новую теплую одежду в зиме или отремонтировать старую. Даже если и не все жители нашего города знают, что собой представляет муниципальное предприятие «Элегант», уверены, что каждый из янаульцев не раз пользовался его услугами. Это предприятие объединяет три цеха по пошиву и ремонту одежды, химчистку, фотоателье, цех по ремонту обуви, пимокатный цех и городскую баню. Сегодня «Элегант» является одним из тех немногочисленных предприятий, услуги которого доступны не только новоявленным коммерсантам с толстыми кошельками, но и основной части населения с более скромными доходами. Цены здесь гораздо ниже относительно себестоимости, и если такая дешевизна нас с вами, потенциальных клиентов, радует, предприятию она приносит только убытки. Включение же стоимость предлагаемых услуг всех налогов и затрат поднимет цены в 2-3 раза, но проблемы предприятие не решит, так как большинству клиентов его услуги станут недоступны. И все-таки, несмотря на такое трудное положение, здесь нашли возможность и привели ремонтно-подготовительные работы к предстоящей зиме. О ходе этих работ нам рассказала директор муниципального предприятия «Элегант» Альфия Закиевна-Срединова. Наши цеха, как вы знаете, уважаемые зрители, находятся в основном в приспособленных помещениях. Типового дома, быта у нас в поселке нет. Цеха все разрознены, в нескольких зданиях находятся. Очень много нужны вложения, чтобы содержать эти цеха, чтобы ремонтировать их, чтобы подготовить их к зиме, чтобы создать нормальные условия для работы и для приема посетителей, клиентов наших. На сегодня у нас идет, можно сказать, капитальный ремонт в пимокатном цехе. В этом цехе у нас своя котельная. Мы раньше обходились твердым топливом. Котельная работала над твердым топливом. В этом году ведутся работы по переводу котельной пимокатного цеха на газ. Строится магистральный газопровод по улице 8 марта. У нас заключен договор с малым предприятием «Техногаз» города Октябрьского. Ими уже установлены два котла. По газу два котла. Устанавливается бойлер. Предприятием «Газсервис» «Газстрой» Рамель Мулыич Ахтямов. Проложили газопровод, уличный газопровод. Подвели к котельной. Сегодня ждем, когда будет дан газ на улицу 8 марта. И будем приглашать снова октябрьцев, которые будут подключать котельную к газу. В связи с этим, раньше у нас котельная работала на паровом. Паровой котел был. В этом году, в связи с газификацией, переводим пимокатный цех и швейный цех номер 2 на водяное отопление. Поэтому пришлось полностью все трубы, полностью систему отопления заменить. И в пимокатном цехе, и в швейном цехе, и в цехе по ремонту мебели. Сегодня там в основном уже закончены работы. В швейном цехе номер 2 работы полностью закончены. В пимокатном цехе тоже закончены. Ведутся работы в мебельном цехе. Остается ждать, когда нам дадут газ. Но сегодня мы, конечно, подключили эту систему к старому котлу. Сегодня уже приступаем к работе со старым котлом. Мы его, правда, с твердого топлива перевели на жидкое топливо. С сегодняшнего дня цех начнет работу с котлом на жидком топливе. Начнут принимать заказы пимокатный цех и швейный цех номер 2. Каждый год у нас, конечно, был задел в пимокатном цехе. Склад мы полностью на осень заполняли валенками. В этом году было поменьше, конечно, валенок. Летом очень много валенок реализовали. На сегодня в складе валенки имеются. Пожалуйста, население может подходить шерстью и обменять на валенки. И цех приступает к работе, начнут выпуск, начнется выпуск валенок. Коллектив пимокатного цеха небольшой. В нем всего 5 работников и все женщины. Кстати, я смотрю, работают одни женщины. Не сложно это для вас? Ну, как сложно. Есть работа и сложная, есть работа несложная, как говорится. Вообще-то женское дело валенки, когда это не тяжело вам работать? Нет, это не женская работа, а это мужская работа. У меня все время женщины работали, долго работали. У меня еще пенсионеры, вот 25 лет они работают здесь, на пенсии ушли. А как так получилось? Вы говорите, не женская работа, а в коллективе одни женщины. Мужчины к вам не приходят? Мужчины не приходят. Вот у меня есть, конечно, один мужчина, он еще в пенсию ушел. Вот у меня сварщик есть один, он и машинец, и сварщик, и слесарь. Короче, она все уже мастер. А почему мужчины не приходят? Потому что работа тяжелая для них или потому что зарплата маленькая? И зарплата маленькая, и так-то тяжелая, да. Ну, женщины, они... Ко всему привычные. Да, как всему привычные. А вы давно работаете? Нет, я первый год. Первый год. А вот вообще у вас это дело такое, валенки делают, наверное, нигде тому не обучают. Вот это приходит, и вы здесь уже учитесь сами, у мастера? Да, я буду учиться у мастера. Вы уже чему-то научились? Нет, еще ничего не научилась. Вы ничего не знаете? Нет, ничего не знаю. А вы пришли по... Как вам просто интересно стало валенки? Мне стало интересно, да я захотела попробовать это дело. А вы давно работаете? 11 лет. Ну, я только не мастером. Я там котельная, 11 лет работаю. А вы? Третий год работаю. Ну, и как вам нравится, нет? Ничего? Работать? Не сложно работать? Нет, нормально, работать можно. А вообще, чтобы научиться хорошие валенки делать, долго нужно учиться? Кто как, наверное, кто через месяц, кто через полмесяца, может быть, может. Три. А чтобы хорошие валенки сделать, что вот нужно? Нужно только, чтобы хорошая техника была, или чтобы умение какое-то, мастерство? Наверное, и мастерство, и умение, все нужно. То есть это не так просто хорошие валенки сделать? Конечно, не так просто. А как вы считаете, вообще какое-то призвание, талант нужно, чтобы хорошие валенки сделать? Или это любой может научиться? Ну, это, конечно, очень, как нам сказать... Ну, учиться может любой, но хорошее надо делать. Талант. Терпение нужно только. Желание. Старание главное, чтобы эта продукция пошла, конечно, а не лежала в складе. А терпение зачем? Ну как, все-таки кропотливый труд, это же очень долго делается все-таки. Главное, надо не то, что желание, настроение здесь работать, а если настроения нет, конечно, тут и нечего делать. А что вот асом своего дела сделать, стать настоящим профессионалом? Вообще сколько времени нужно работать? Лет пять, да. Пять лет? То есть через пять лет будешь настоящим валиночником, стать хорошим валиночником, настоящим мастер будешь. Побывали мы и в цехах по пошиву и ремонту одежды. Несмотря на то, что трудятся здесь мастера с большим стажем работы, количество заказов по сравнению с прошлыми годами стало меньше. А вот число желающих отремонтировать и обновить одежду не уменьшилось, и этому есть простое объяснение. Рынки наши сейчас заветы относительно дешевыми импортными изделиями легкой промышленности. И сходить купить нужную вещь не стоит труда. Гораздо проблематичнее найти подходящую ткань, выбрать фасон, а потом еще ждать, когда и как сошьют. И еще. Многие, наученные горьким опытом переходного периода, оказавшись на грани нищенского существования, стали гораздо бережливее. И старую одежду, которую раньше не задумываясь выкинули бы на свалку, теперь несут в починку на обновление. Изготовление и ремонт верхней одежды, особенно дубленок и шуб, дело трудоемкое и ответственное, что сказывается и на ценах. Пошив одной шубой большого размера из материала заказчика обойдется вам в 150 тысяч рублей. Детская шуба в 50-60 тысяч. В цехе по ремонту обуви, которые также входят в муниципальное предприятие «Элегант», без работы не сидят. В среднем здесь за день получают около 25 заказов. Три сапожника, которые работают, ставят набойки, делают профилактику подметки, меняют подошву. У мастеров своя гарантия. Если в течение трех дней после ремонта набойка с ваших туфлей отвалится, вам ее поставят снова и на этот раз бесплатно. Проблем с материалами пока, слава богу, нет. А вот оборудование не самое лучшее, что создает некоторые трудности в работе. Но, несмотря на это, работники стараются обслужить своих клиентов быстро и не создавать очередь. Теплая и красивая одежда – не единственная потребность цивилизованного человека. Для многих хорошая баня с парилкой – не только еженедельная необходимость, но и полезное удовольствие. Место, где можно отдохнуть от забот душой и телом. В городской бане, которая тоже относится к предприятию «Элегант», сейчас идет ремонт. Летом здесь обновили крышу, заменили в мужском отделении оконные рамы и блоки. Старые уже совсем сгнили и развалились. Сейчас разобрали старую печь и начали кладку новой. Пока в бане работает только одно отделение – поочередно мужской и женские дни. Но это связано не только с проходящим ремонтом. В летние месяцы посетителей в бане мало. Большинство горожан моются у себя в баньках, построенных на дачах и садах-огородах. Эксплуатировать два отделения в этот сезон экономически невыгодно. Но, как нам сказали, с 1 октября в бане откроются оба отделения – и мужское, и женское. Весь этот ремонт требует больших затрат. Сегодня финансовое положение предприятия очень тяжелое. Но это не только, конечно, у нас. Не только у нас. Но хочется сказать, что без помощи местной администрации эти работы мы бы одни не осилили. Не осилили. Большую помощь в ремонте, подготовке зимы оказывает нам местная администрация. Наш куратор по бытовому обслуживанию, Лера Нигамаяна Цуварева, заместитель главы местной администрации, она большое внимание уделяет ремонту, вообще бытовому обслуживанию населению. И, конечно же, Назир Загитович сам никогда не отказывает. Когда бы мы ни пришли, ни попросили помощи, старается помочь. Хоть и с бюджетом не всегда легко складывается, но бытовки стараются помочь. Потому что сегодня бытовка в очень и очень тяжелом положении находится финансовом. Нет слов. Прекрасно, что наши городские власти нашли средства и поддержали муниципальное предприятие «Элегант». Но, согласитесь, надеяться только на помощь администрации не лучшее решение проблемы. Видимо, работникам «Элеганта» надо искать какие-то другие выходы из сложившейся экономической ситуации. А как это они сделают, ведут ли новые услуги, повысят ли качество старых или что-то еще, зависит уже только от их желания, умения и профессионализма. Тема следующего нашего сюжета «К всеобщему несчастью» уже многие годы остается актуальной. Уважаемые зрители, мы надеемся, что вы со всей серьезностью отнесетесь к нашему следующему материалу и не допустите повторения чужих ошибок. «Необъявленная война» — это словосочетание страшное по смыслу, но уже привычное для нашего уха, прочно укоренилось в лексиконе работников ГАИ, врачей травматологических отделений, журналистов, пишущих на тему безопасности дорожного движения. Ежедневные сводки о трагедиях, происшедших на наших дорогах, уносящих десятки и десятки жизней каждый месяц, к сожалению, не становятся уроком для остальных. Каждый уверен, что эта горькая чаша его минует. Но, увы, минует она не всех. И особенно страшно и больно, когда страдают дети. В республике в связи с высоким уровнем детского травматизма на дорогах с 1 сентября проводится декадник «Внимание, дети». Наш собеседник — госавтоинспектор Альберт Назипович Тавабилов. Какие-то лекции, что-то успели провести? Ну, лекции, значит, у нас вот проводили, значит, провели, значит, в этом гимназии, в школе гимназии и в четвертой школе, вот только у нас намещается, правда, намещается. А с чем это связано? Декадник же уже с 1 сентября идет. Ну, связано с тем, что мы не смогли, значит, по школам, значит, выступить, значит, провести эти лекции. С тем, что в школах ребятишки ездят на уборку картофеля. Вот. До 25 сентября, значит, они убирают картошку в колхозах. Поэтому мы полной силой, значит, не можем задействовать, ну, ребятишек, чтобы они все выслушали наши лекции. А вообще без декадника вы какую-то связь с школами, с преподавателями поддерживаете? Приходите в школы или это только во время декадника вы вот так обратили внимание на школу? Я закреплен, значит, по школам, вот. Я в течение года, значит, постоянно хожу по школам. Вот я еще хотела, у вас вот тут в приказе, это так называется, написано, нацелить инспекторов ДПС на повышенное внимание поведения детей на дорогах, приблизить посты и маршруты патрулирования инспекторов к учебным заведениям перед началом и окончанием занятия. Это в городе у нас проводится вот такое? Да, у нас, значит, в 2 часа у нас здесь оперативка проходит. Все инспектора у нас в 2 часа выезжают как раз в это время. Ну, утром у нас инспекторы, ну, в 2 часа выезжают и расставляются, значит, по постам и патрулируют по городу. По городу. Вот вы знаете, раньше, несколько лет назад, очень популярна школа, там были специальные, как они назывались, юные помощники, юные инспекторы от движения. Сейчас такое движение есть? Это что-то организуется, проводится или тоже все затихло? Да, есть. Мы, значит, в этом году, в этом году заняли седьмое место, значит, по Башкирии с юными инспекторами движения. С третьей школы это были ребята, четверо. Вот, ездили в Уфу, значит, были на соревнованиях. И по школам, в каждой школе у нас есть группа юные инспекторы движения. Вот. Мы начали вот с января месяца с ними, вот с этого года. А вот вообще сколько уже было по району дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети? Так, у нас, значит, в этом году, с января месяца, три ребенка у нас, значит, попали под транспортные средства. Это больше или меньше, чем в том году? Ну, в этом году детские травматизмы меньше. Меньше. По всему району, там, значит, по району у нас вообще-то нет. У нас только вот в городе у нас. В городе и в этом поселке Карманово вот произошел случай. А чаще вот, когда происходят такие происшествия, кто виноваты, бывают сами детишки или водители? Значит, в двух случаях. В двух случаях у нас, значит, ребятишки виноваты были. А вот последний случай, значит, у нас был в сентябре, 1 сентября, по улице Ленина, значит, возле остановки Нефтяник. Водитель, значит, превысив скорость, вот, не уступил дорогу пешеходам и сбил мальчика 11-летнего Сополева. Это Сополева. Госавтоинспектора и школьные педагоги сколько угодно могут объяснять детям правила дорожного движения и обучать, как себя нужно правильно вести на дороге. Но если родители ребенка им в этом не помогут или еще хуже будут нарушать правила сами, хороших результатов, как вы понимаете, не будет. Быстро буду читать, честное слово. И на улице так же. Правила дорожного движения объясняли? Да. Ну, да. Маленький, да? Да. Объясняли, где дорогу переходить, на какой свет? Нет, ну, что не гулял на дороге один. А вы его одного не отпускаете на улице? Нет, почему? На площадке он играет возле дома. Но правила все равно объясняли? Ну, пытаюсь, во всяком случае. Движение дорожного движения объясняете? Знаю, да, конечно. Вы дома учили, рассказывали или в школе? Да, в садике она, в школу еще не ходит, в садике обычно. А дома вы ей рассказывали? Да, дома тоже. Бывает иногда, когда время есть. А так, вообще-то она сама дорогу переходит. Ко мне на работу ходила одна. Не попадать так в случае не было. Спасибо. Ты дочка? Да, дочка. А вы правила дорожного движения учите, начали учить, или она еще маленькая считается? Еще маленькая, три года только. А у вас старше детей нет? Нет. А когда вырастет, вы собираетесь ее учить правила дорожного движения? Естественно. Спасибо. Пожалуйста, это Чада ваш? Да, это мой сынок. А вы вот дома ему рассказывайте про правила дорожного движения, в каком месте дорогу можно? Сам знает, он очень любит с папой водить машину, сам рулит. Одно дело водить машину, а вот дорогу правильно переходить. Вы ему рассказывали, объясняли? Конечно. Никита, ты знаешь, как правило? Тебе мама с папой рассказывали, в каком месте улицу переходить? Да. Вам рассказывали? Да. Все, спасибо. Может быть, кто-то из родителей и слукавил перед камерой. Или просто нам с оператором попались такие сознательные папа и мамы. Не знаю. Ну вот послушайте, что нам сказали дети, устами которых, как известно, глаголит сама истина. Второй год сами в школу ходите, да? Вас родители не провожают? Нет. Сами ходите все? Да. А вот скажите, вам когда-нибудь дома папа и мама объясняли, в каком месте дорогу надо переходить? На какой свет светофора? Нет. Никому не объясняли? Нет. Объясняли тебе? Да. Мама с папой, да? Да. А что они тебе рассказывали? На какой свет свет светофор? Да. Все знаете это? Да. И вот только тебе одному объясняли. Больше никому мама, никогда с папой не объясняли? Нет. Когда маленький я был, мне объясняли. Да маленький, да когда? Сколько лет надо? Пять, наверное, когда мне было лет. А еще кому объясняли? Нет. Да. А в школе вам рассказывают об этом? Да. Да. К сожалению, из-за легкомыслия родители страдают не только маленькие дети. В последнее время участились случаи, когда, доверяя роль своей машины, не имеющему прав подростку, родители подвергают опасности не только свою и его жизни, но и чужие. Так, недавно автомобиль, за рулем которого сидел 15-летний подросток, выезжая из садов и городов на главную дорогу, чудом избежал столкновения с грузовой машиной. Причем рядом с малолетним горе-водителем находился и сам отец, доверивший сыну управление машиной. Гораздо трагичнее завершился другой случай такого неоправданного доверия. Москвич, управляемый несовершеннолетним подростком, буквально смялся под колесами груженого КамАЗа. По своей вине погиб молодой человек, его спутник оказался в больнице. Действительно, уж сколько раз твердили миру, ни сводки происшествий, ни страшные кадры с места трагедии, ни горький опыт других не становятся нам уроком. И по-прежнему продолжают доверять родителям машины своим, вроде бы уже взрослым сыновьям. Несутся по улицам, не оглядываясь на светофоры, папа и мама держа за руку своих маленьких детишек. Лихачат на дорогах подвыпившие водители. А это значит, что завтра в сводках пострадавших от дорожно-транспортных происшествий передадут еще чьи-то фамилии. Список погибших пополнится новыми жертвами. Необъявленная война продолжается. Уважаемые телезрители, 18 сентября состоялось очередное оперативное совещание в зале администрации города и района. Одним из важных вопросов, обсуждавшихся на совещании, был вопрос исполнения бюджета за 8 месяцев. С информацией выступила заместитель главы администрации Лирена Никомаевна Суварева. А теперь вашему вниманию предлагаем это выступление. Доходная часть бюджета является сегодня для администрации города самым актуальным вопросом, так как складывается трудное положение с финансовыми. С 8 месяцев доходная часть выполнена лишь на 84%. Значительные суммы недопоступили по налогам на прибыль, по подоходному налогу с физических лиц, по платежам за пользование недрами и природными ресурсами, а также по налогу на добавленную стоимость. В целом недопоступило бюджет города и района более 13 миллиардов рублей. В связи с этим возникают серьезные проблемы в финансировании отраслей здравоохранения, культуры, народного образования. На сегодня многие сельские учреждения – это детские сады, школы, клубы, медпункты – плохо подготовлены к зиме, не завезено потребное количество топлива. Основная причина сложившегося положения в том, что отдельные предприятия города и коммерческие структуры не своевременно выплачивают налоги. Особенно много задолжало в бюджет нефтегазодобывающее управление «Краснохолмснефть». Сумма задолженности – более 12 миллиардов рублей. Руководством управления не принимаются должных мер по выплате налогов в бюджет. В то же время нефтяники вовремя получают заработную плату, осуществляют другие производственные и финансовые операции. Это, конечно, неплохо. Но сегодня нельзя забывать и о своих задолженностях перед бюджетом и считать эти вопросы второстепенными. Более 150 миллионов рублей задолжало в бюджет ПМС-215. В числе крупных должников – элеватор, МПМК, база ПТО-ЭКО, объединение «Вашнефть» и акционерное общество «Сельхозтехника». Не своевременно платят налоги также коммерческие структуры. В частности, это акционерное общество «Янаул Аграойл», индивидуально частные предприятия «Альфа», производственная коммерческая фирма «Марвал» и объединение «Сервис». К сожалению, ни налоговая инспекция, ни недавно созданная налоговая полиция на должном уровне не выполняют возложенные на них обязанности. Слава поддерживает администрацию города в вопросах пополнения городского бюджета. Прежде всего, не принимает меры по отношению к злостным недоимщикам. Исполнение доходной части бюджета находится под угрозой срыва. Все руководители предприятий и организации города должны это понять и отнестись со всей ответственностью к вопросам платежей в бюджет. А соответствующим службам необходимо ужесточить меры по взысканию платежей, строго спрашивать тех, кто не рассчитывается с бюджетом. Только в этом случае у администрации города появится возможность в своевременной и полном объеме финансировать все отрасли народного хозяйства. Спасибо за внимание. На оперативном совещании еще одной важной темой обсуждения стало подведение итогов декадника по благоустройству и санитарной очистке города и района. Как было отмечено в выступлениях председателя районного земельного комитета Рафиса Мавлединовича Яхина и заведующего отделом городского хозяйства местной администрации Земфира Мулагалевича Минязева за прошедшие 10 дней в плане благоустройства и очистки территории сделано немало. Проведен большой объем работы коллективом цеха дорожников НГДУ «Краснохолмскнефть», коллективами «Высокомбината», «СУ-7-300 БНПС», «Масло-Сыркомбината» и многими другими организациями и сельскими администрациями. Но дел еще не початый край. Почему-то многие руководители, это руководство хоззавода, заводы строительных материалов и многие другие, решили, что постановление их не касается. И почему-то многим руководителям сначала принародно нужно указать на их же недостатки, только после этого они начинают работу по их устранению. В последнее время нами неправомерно забыт принцип «дойти до каждого». Раньше любой, сколько-нибудь значимый документ, любое важное решение досконально народу разъяснялось. Тем самым снимались многие вопросы. Теперь, кажется, кроме руководства и местной администрации, никому до этого дела нет. Загруженные сверхголовые главы администрации и его заместители, судя по всему, больше бывают на предприятиях, организации города, колхозах и совхозах района, встречаются с людьми, бывают трудовых коллективов, нежели сами руководители на местах, которым, что называется, и карты в руки. А теперь, уважаемые телезрители, вашему вниманию предлагаем обещанный нами видеосюжет с мясокомбината. Радик Владиславович, вот как и условились, мы с вами встретились на том же месте, как говорится. Но прошла неделя, мы видим, работа вами проделана. Что, можете подытожить, что сделано за это время? По пальцам считать это очень трудно, что сделано. Вот, вы сами видите, конечно, мы неделю занимались, весь народ, свой коллектив пустили. Пришлось, например, даже убойницах временно приостановить. Ну вот, сделали то, что смогли. Убрали весь бульян, говорится, кое-что покрасили, повелели. В общем, в пользу дела пошло. На критику приняли, как говорится, вовремя. На селе было это в субботу еще, мы обрезали сразу. Искали идти в субботу, вот он, по-анелью, вторая, вторая, четверг, пятница. В общем, целую неделю занимались. Вокруг своего мясокомбината 100 метров, как нам надо, завязали, обрезал, так и получилось, мы убрали. Везде порядок, чистота, да, теперь. Можно надеяться, что и в будущем будет такой порядок. Ну да, наверное, это же не одним днем, как говорится. Каждый день надо вот так собраться, организовать санитарные часы. Ну, это, наверное, хороший урок был. Наверное, поддержим. Постоянно такую штату обещаю. В заключении несколько слов о том, что явно напрашивается по ходу данной темы. Весь этот сыр-бор явно не разгорелся бы, если каждый занимался своим делом, делал то, что обязан делать. А не просто занимал бы то или иное место, или же пост. А ведь, как говорят, святое место, поста не бывает.